Улица Славная в микрорайоне Юрьевец превратилась в самые настоящие Мальдивы. Простой лужей это озеро назвать сложно. Автомобилисты с трудом проезжают, а пешеходы без резиновых сапог здесь просто не пройдут. Как нам сообщили жители, проблема потопа в этом месте регулярная. По весне или при обилии осадков. Под водой оказывается и автомобильный проезд, и детская площадка. Можно испытать машину на проходимость. А вообще, ну по таким морям очень нравится всем ездить, я думаю, да. Когда здесь таяло, здесь было вообще все очень прекрасно. Машины почти переворачивались. Что делать людям, у которых машины ниже? Объезжать. Как только начал лед таять, начались большие ямы. И в этих ямах можно было не только застрять, но и потерять бампер, защиту. Автомобиль, то есть, ломался. Такси не хотели ехать сюда. Вот как раз-таки на выезде Славная 10, вот 12, здесь, то есть, сюда не было проезда. Приходилось объезжать через Пекинку, через трассу Горьковскую. Александр как раз и оказался среди тех, кто этой весной уже потерял здесь бампер. Ведь другой дороги к его дому и подъезду просто нет. Если бы не маленький ребенок, он оставлял бы машину возле других домов или на незатапливаемых парковках. Но так же, как и многим другим жителям, ему приходится пробираться через озеро. Полное ям и неизвестности. Правильно понимаю, три года, да, уже такая лужа каждый год здесь? Да, да, поток постоянный. Не пройти, не проехать. Людям с колясками, сколько жаловались и везде писали, ни с коляской, ни детям не пройти. Ну вот машина приехала. Разве они ее уберут, эту лужу? К нам вот едут. Безполезно, мне кажется. Татьяна говорит про машину водоканала, которая приехала как раз к нашей съемке. Жители сильно сомневаются, что откачкой воды можно будет исправить ситуацию и вновь превратить Владимирские Мальдивы в обычную улицу со славным названием. По словам начальника участка водоканала, откачка воды происходит на постоянной основе и планово, и по заявкам жителей, и по запросам мэрии. Самая низкая точка, если видите, поле в воде. Все стекает сюда со всех окружностей, ну округи. И в воде некуда уходить. Это первый раз вы приезжаете за весну? Почему? Мы качаем каждую неделю здесь. То бишь с утра и вечером. По словам Дмитрия Чалова, в день они могут приезжать на это место более пяти раз, пока не заняты водозаборные машины. Сколько всего полных заходов требуется, чтобы убрать всю воду, представитель водоканала ответить не смог. Но заверил, компания делает все возможное. По словам мэрии, одна из причин постоянных затоплений в том, что эта часть Юревца находится в пойме и обладает специфичным рельефом. Поэтому улицу Славную и заливают в период схода снега. Также представитель мэрии пояснила, необходимые меры предпринимаются. Помимо постоянной водооткачки, нам напомнили про строительство новой дороги. Весной этого года планируется возобновление строительства дороги в районе улицы Славной, проектом которой предусмотрена организация ливневой канализации, посредством которой стоки весенней талы воды должны будут уходить через эту ливневую канализацию. Речь идет про масштабные дорожные работы в Юревце, которые должны завершиться уже к концу этого года. Некоторые дороги построены. Осталось разобраться как раз с улицами Славная, Рождественская и Рос, где скапливается больше всего воды. К слову, стоимость этих масштабных работ более 570 миллионов рублей. Однако остается непонятным, действительно ли новые дороги спасут положение, если учитывать, что эта часть Юревца стоит в части речной долины, которая находится выше русла. Справятся ли ливневки с таким количеством воды?